Зарплаты, пенсии, социальные выплаты и коммунальные платежи. Все эти финансовые операции в Манском районе проходят через этот офис Росельхозбанка в селе Шалинское. Уже в конце февраля более 5000 жителей района, которые являются клиентами этого банка, могут испытывать серьезные проблемы с получением этих услуг. Руководство решило закрыть офис. Когда местные жители узнали, что закрывается учреждение, через которое проходят деньги третьи всего населения района, началась паника. Начали поступать жалобы от жителей. Это и телефонные звонки, и также письменные обращения. А после того, как мы получили эти обращения, мы начали действовать и реагировать на это. Выплаты пенсии и зарплат далеко не единственные финансовые операции, которые проходили через банк. Все местные агропроизводители зависят от этого филиала. Говорят, с его исчезновением у них могут начаться проблемы с бизнесом. Росфельхозбанк – это тот банк, который приводит в действие все программы, и федеральные, и краевые программы. То есть мы получаем субсидирование, кредитуемся сегодня, работаем. И закрытие банка – это неприемлемо, мы считаем, здесь у нас в Манском районе. Во-первых, неудобно будет решать эти все вопросы, потеря времени, потеря средств, ездить либо в УЯР, либо в Красноярск. Закрытие филиала повлечет за собой и сокращение, а как следствие местная казна недополучит налогов. Потеря подоходного налога или налога на доходы физических лиц – это порядка 300 тысяч рублей, которые могли бы пополнить в учет Манского района. Руководство банка поясняет закрытие филиала тем, что сейчас компания проводит оптимизацию. Всего по краю должны исчезнуть 7 отделений, которые не приносят прибыли. В том числе и в селе Шалинское. Клиенты теперь будут ездить либо в Красноярск, либо в УЯР, а услуги будут получать в другом виде. На сегодняшний день у нас есть банкоматы, у нас есть информационно-платежный терминал, у нас есть дистанционное банковское обслуживание. Однако о том, как научить пользоваться банкоматом или интернет-банком сельских пенсионеров, руководство не подумало. Когда о проблеме узнали краевые власти, то они сразу связались с представителями банка. Свою позицию они обозначили жестко. Мы договорились, что никаких решений без согласования с правительством края, с министерством сельского хозяйства приниматься не будет. И каждое решение будет согласовываться с нами. Мы не услышали ни цифр, ни объяснений. Разговаривая с тем лицом вот этого отделения, руководителем, она говорит, да нет у нас убытков. Нет у нас убытков, у нас прибыльное хозяйство. Ну, я имею ввиду прибыльное отделение. В случае, если банк все же примет решение закрыть филиал, краевые власти настаивают на том, чтобы взамен он предоставил достойную альтернативу. И парой банкоматов, как предполагалось раньше, компания не отделается. Задача стоит четко. Удобство в получении банковских услуг у жителей края не должно быть нарушено. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов. Новости.